Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Нужен совет в выборе между двумя девушками. Ситуация такова. В январе этого года расстались с девушкой во второй раз. Значит, оба раза мы расставались на расстоянии. Оба раза на расстоянии еще были, и раз в месяц видели, сильно поругались. Иногда она не прислушивалась ко мне, иногда я накопилась. Через несколько недель познакомился с новой девушкой. Гуляли, общались, начали встречаться. Вначале была симпатия, но со временем, где-то через месяца 4-5, понимаю, что уже не то, что было вначале. Как-то немного начало тянуть к бывшей. Тогда, видимо, на злости было нормально, и по факту не тревожили чувства. И так, потихоньку, с каждым днем, сильнее бывало, что не хватало ее. Хотя нынешняя заботливая и добрая есть чувства, но бывшая не так ярко выражала эмоции. Просто по-другому, видимо, она устроена. Не хотелось бы и нынешней девушке отнимать ее время. Она ведь так же на что-то надеется. И не знаю, стоит ли написать бывшей и все рассказать, но начинать снова в третий раз, если она захочет, никого снова не выйдет. Возможно, если на старте все выяснить, кто что друг от друга хочет, то может есть шанс. Вот не знаю, как поступить. Ну, здесь, на мой взгляд, ситуация следующая. Во-первых, то, что вы описываете, вот ссоры с девочкой, да, ну, так скажем, неоднократные ссоры. Вот, всегда имеют под собой определенную причину. Эта причина, как правило, не связана с самими девушками. То есть, по факту, фигуры девушек в данном случае являются ширмой, чтобы скрыть какой-то ваш внутренний конфликт. Например, это может быть конфликт страха перед близкими отношениями. Или это может быть конфликт, конфликт какой-то еще. Я специально сейчас не буду говорить, вот, дабы не гадать. Но, тем не менее, то есть вы описываете эту историю, вот, про ваш внутренний конфликт. И, по большому счету, девушки, ну, являются очень хорошим, на мой, на мой, по крайней мере, взгляд, показателем этого конфликта. Его отражателем, если угодно. Вот, то есть, девушки, вот, в данном случае, идеально отражают, как бы, ну, ваш, вот, конфликт, какой-то внутренний, да. То есть, ну, понимаете, вот, вы пишите, да, что у вас, вот, как вы говорите, накопилось. Так, штука в том, что, как бы, не накапливается обычно просто так, вот. То есть, просто так накопление не происходит. Накопление происходит, когда, в каком случае, да, вот. Но происходит в случае, когда человек себя-себя начинает сдерживать. Да? Ну, вот. То есть, вы, иными словами, вы себя сдерживали, вот, в общине, в взаимодействии с девушкой, если угодно, да, вы себя почему-то там сдерживали. Вот. А где-то, вот, в чём, ну, в чём-то, как-то вы себя сдерживали. Вот. То есть, вам, ну, иными словами, вам, вам самому что-то не нравится, вас самого, вот, допустим, что-то не устраивает. Вот, вы это не выражаете, вы это сдерживаете, вы пытаетесь как-то, вот, это обойти, да, ну, там, возможно, вот, ну, какой-то, вот, неудобный угол, так скажем, неудобный какой-то, вот, момент. Вот. Вот. И всё. Как-то. Вот. Поэтому, в первую очередь, здесь нужно увидеть, что же вы, вообще, вот, собственно, в себе сдерживаете, да, что вы, почему вы, как-бы, вот, накапливали вот эту вот злость, собственно говоря, вот, не просто так, как-то происходило, знаете, как-то, в чём штука-то, вот. Вот. Поэтому, вот, тут очень важный момент. Очень важно на это обратить вам ваше внимание. Вот. Как важно, мне кажется, обратить внимание на то, что для вас, вот, грубо говоря, ну, каждая, каждая из девушек наше, да, то есть вот, что значит одна, что вторая, что вы, как вы чувствуете себя с первой, как вы чувствуете себя со второго, со второго. Вот. Это тоже очень, вот, такой важный, как мне кажется, аспект. Вот. Потому что, извините, то, как вы себя, там, например, ощущаете, да, с, ну, с девушкой, да, как вы себя чувствуете, чувствуете. Ну, вот, это очень, как бы, влияет, да, вот. И, соответственно, с этим нужно работать, да, вот. Дальше. Если у вас, как будто бы, тревожность, если у вас, как будто бы, некоторая неуверенность в себе, да, вот. Ну, это, про что это? Ну, это про некоторую оторванность, про некоторую неосознанность, да? Вот. Это про то, что вы, вот, 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 не следуете своим чувствам, например, вот, а, там, грубо говоря, больше, там, следуете, там, каким-то, вот, ну, внешним стереотипом, вот. Да? То есть, ну, внешним, не внешним, но стереотипом, который, ну, может быть, не всегда вам подходят. Знаете, вот, допустим, там, грубо говоря, вам хочется одного, да, вы делаете другое, вам хочется, там, одних, к примеру, ну, переживаний, допустим. Ну, вот, вы делаете, там, так, что вам можно ответить только, ну, совершенно другой реакции, которая вам не нравится, вот. То есть тут, как бы, налицо, на мой взгляд, история о том, что вы себя сдерживаете. Вот. То есть, либо девушку, там, пытаетесь подобрать для себя какую-то, вот, знаете, там, может быть, не знаю, ну, правильную, правильную, да, например. А, как бы, она, правильная девушка-то, в смысле, вот, как-то, ну, не торопится подбираться в этом смысле, вот. Потому что, ну, как бы, правильных девушек-то не существует, вот, как бы. Знаете, существуют те, которые нам нравятся, существуют те, на кого мы откликаемся как-то, вот, эмоционально, как-то, вот, психологически и так далее, вот. Поэтому, вот, есть у меня такое ощущение, что вот этот процесс, который называется выстраиванием отношений, например. Есть у меня такое ощущение, что вы его, этот процесс, эм, знаете как, вы его, эм, пытаетесь, эм, что называется, контролировать. Вот, я бы, я бы так это сказал. Ну, вот, вы пытаетесь этот процесс контролировать. Вот, получается, там, мягко говоря, не очень хорошо. Вот, ну, опять же, как бы, это нормально, что не очень, не очень, не очень хорошо получается. Потому что, ни у кого, в принципе, еще, вот, не получалось, эм, как бы, контролировать, э, то, что, э, завязано на чувствах. Вот. Вот. Поэтому, я бы здесь, конечно, обратил бы, эм, ваше внимание на, вот это, да, на то, вот, как часто вы, там, например, пытаетесь контролировать, да. Как часто вы пытаетесь, э, контролировать поведение свое, как часто пытаетесь контролировать поведение, там, девушки, так далее. Вот. Потому что, опять, опять же, злость, да, это то, что не берется из ниоткуда. Злость, это когда вы проскакиваетесь, э, проскакиваетесь из себя, в какой-то степени. Ну, вот, когда вы говорите, что, что, вот, я, там, ну, как бы, э, ну, не прислушался, там, вот, к своей девушке, там, и так далее, ну, то есть, как бы, ну, вот, не прислушался к ней, и все. Вот. Ну, это же не про то, что вы не прислушались к ней, вот, это про то, что вы не хотели прислушиваться к ней, вот. Потому что вы, если вы знали, что, если вы к ней, э, прислушаетесь, то вам, э, придется, ну, вот, как бы, что-то делать. А взять вам не хотелось, вот, ну, и, э, э, сказать ей о том, что вам этого, если вам этого не хотелось, вы только как-то, вот, не могли. Вот. И, вот, такая, вот, в данном случае конкретно получается ловушка, к сожалению. Вот. Поэтому, дабы в такие ловушки не попадать, вот, если, между чем вы сейчас выбираете, ну, это комфортно для себя. Вот. Если вы, в принципе, могли бы еще и с другой девочкой быть в отношениях, я думаю, без проблем. Вот. Потому что мне кажется, что, э, э, как бы, чувства у вас, э, к ним, э, ну, вот, к ним обеем, да, э, ну, одинаковые чувства у вас, э, к ним обеем. Вот. Вот. Как мне, как мне кажется, одинаковые чувства. Вот. Но вас страшится, вот, э, именно что, именно что, вот, э, ну, как бы, э, дискомфорт. Вот. Вот. То есть, возможный, именно что, вот, э, возможный дискомфорт. Который может быть, да, будет. Вот. А что с этим дискомфортом делать, вы не знаете. Вот. Вот. И, вот, получается, как бы, ствол, э, туда-сюда, мопал. Вот. Вот. Поэтому тут нужно, э, э, на мой взгляд, э, не, э, значит, а девочка там, что-то требует, да. Вот. И, э, значит, ну, э, э, лихорядочно, грубо говоря, пытаться выход найти. Вот. Из, э, ситуации, какой бы она там ни была. Вот. А именно нужно, как мне, как мне, э, кажется, э, для себя решить, вот, что, как бы, ну, что для меня, э, комфорт, вот, что для меня, э, удобство. Вот. И, чего я, вот, собственно, ради, э, там, ну, ради удобства этого хочу, как бы. Вот. Понимаете, да? Вот на это вам нужно обратить свое внимание, как мне кажется, и тогда ситуация будет потихонечку разрешаться для вас. Вот. Вот. Э, собственно, говорить вам, как поступать, э, психолог, права не имеет, потому что мы именно все психологи, но они, э, судьи, не указатели, не указатели, как вам себя вести. Вот. Потому, э, потому я бы предложил вначале разобраться в себе, вот, а дальше уже вот с такой несколько более проясненной головой, да, решать, что делать, исходя из ваших ценностей. Ну, вот, просто для начала спросить у себя, какие вообще у меня ценности, что вообще хочу, да? Ну, вот, есть девочка, и вот, какая, какую девочку я хочу? А что я делаю для того, чтобы, как бы, она узнала, что, что я, и, ну, что я именно этого хочу, например, а не другого чего-то? Вот. Ну, вот, с этого, как бы, нужно начать. Вы сказали очень хорошую мысль на старте выяснить, кто что друг от друга хочет. Это очень крутая история. Вот. Но практика показывает, что люди сами, без прояснений, да, без помощи, в этом не преуспевают. Потому что есть контекст, потому что есть ожидания, потому что есть невербальные коммуникации, вот, есть страхи и так далее. Вот. Поэтому, если вы хотите выйти на старте, супер, вместе с девочкой обращайтесь к психологу семейному, да, ну, просто на парную, на парную терапию приходите. Вот. Можно онлайн. И я думаю, что вам просто будет более эффективно это сделать. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Вот. Это поможет вам нажать работать над собой. Мне ещё показалось, что вы чего-то боитесь. Вот. Ну. Вот. Например. есть, есть у вас такой страх, что, что, ну, допустим. 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 Допустим, что девушка как бы зря прядит время на вас, да. И, почему вы здесь не принимаете её выбор. То есть, как бы, что это её выбор. Стратить время на вас. Это не, условно говоря, вы её заставили. Она сама так решила. Вот. Вот. Как-то вот здесь вот вам бы тоже немножко с личными границами поработать. Вот. И. Отделить чётко. За это отвечаю я, за это отвечает она. Вот. В данном случае, как бы, за то, что делает девушка, за то, что она, там, на что-то надеется. Это, отвечай за это отвечает только она. Вы здесь ни при чём. Вы отвечаете за себя и за то, что вам хочется за неё делать. Вот. Знаете. Это вот этот страх того, что вы, там, будете виноваты в чьём-то горе. Вот. Вот. Но это история про то, что, вот, ну, у вас такие довольно размитые границы. Вот. Между вами и, там, девушками, например. На это тоже можно обратить внимание, тоже можно это поисследовать. Удачи вам. Всего самого доброго. Пока там É Ta. Удачи. Удачи.